В Приморье продолжается борьба с коронавирусом и, несмотря на первый этап снятия ограничений, расслабляться рано. Режим повышенной готовности продлён до 15 июня. Ежедневно количество заболевших составляет порядка 50 человек, поэтому несоблюдение защитных мер по-прежнему угрожает жизни. Административные комиссии продолжают свою работу в крае. Так, в выходные в регионе работали 38 комиссий совместно с МЧС, полицией, Росгвардией и Роспотребнадзором. Если люди находятся без масок в общественных местах, в транспорте, в магазинах, с ними проводят профилактические беседы, делают предупреждения. В большинстве случаев люди прислушиваются и надевают маски. Если же человек не реагирует на замечания, то сотрудники Росгвардии составляют на него административный протокол. По статье 20.6.1 Коап санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа на граждан в размере до 30 тысяч рублей, рассказала Светлана Вильгерман, заместитель начальника административно-территориального управления Фрунзенского района. Параллельно во Владивостоке проверяют работу предприятий. Комиссии следят за соблюдением всех требований, установленных Роспотребнадзором. Губернатор Олег Кожемяка заявил, что объекты торговли, организации предоставления услуг, которые нарушают санитарно-эпидемиологический режим будут закрыты на карантин. Несоблюдение правил, установленных Роспотребнадзором в случае выявления очага распространения коронавирусной инфекции, приведет к закрытию магазина, перевода его на карантин. Собственники должны осознавать всю ответственность перед людьми, своим коллективом и клиентами, подчеркнул глава Приморья. Сохранение режима повышенной готовности предполагает не менее серьезную ответственность для предприятий и населения. Случаи заражения отмечаются даже в детских садах, поэтому необходимо не только проявлять бдительность, но и соблюдать необходимые защитные меры. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.